Финишная прямая. Задача номер 14. Если n и p — это целые числа больше 1, n и p — целые числа больше 1. Я не написал, что они целые. Если p — это множитель чисел n плюс 3 и n плюс 10, тогда чему равно значение p? Итак, ещё раз, если p — множитель чисел n плюс 3 и n плюс 10, чему равно значение p? Значения n и p — простые числа больше 1. И p — это множитель чисел n плюс 3 и n плюс 10. Это значит, что n плюс 3 равно какому-то числу, умноженному на p, где k — просто некоторое произвольное число. И мы также знаем, что n плюс 10 равно какому-то другому числу, умноженному на p. Теперь мы можем вычесть 3 из обеих частей этого уравнения. Тогда получаем, что n равно k умножить на p какое-то число умножить на p минус 3. И мы можем сделать то же самое и здесь. Можем вычесть 10 из обеих сторон. Тогда n будет равно какому-то другому числу, умноженному на p минус 10. И я не знаю, что из этого получится. Просто играю с этими уравнениями. Посмотрим. Значит, об этих выражениях равны n. Что нам надо найти? Значение p. Итак, какое-то число умножить на p минус 3 равно какому-то другому числу умножить на p минус 10. Посмотрим, что из этого выйдет. kp минус 3 равно m умножить на p минус 10. Давайте прибавим 10 к обеим сторонам этого уравнения. Получаем, что kp плюс 7 равно m умножить на p. Теперь, если я умножу какое-то простое число на p, ведь это число является одним из множителей, p, правда ведь? Точнее, это n плюс 3. Но если у меня есть какой-то множитель p здесь, и я прибавляю к нему 7, я получаю другой множитель p. Это значит, что 7 должно быть кратно p. Существует только два числа, которым кратное число 7 — 1 и 7. И это не будет 1, так как по условию n и p оба больше 1, верно? Значит, p будет равно 7. p равно 7. И это вариант b. Вот как я рассуждал, когда мы прибавляем 10 к числу… Не обращайте внимания на n плюс 3. Допустим, n плюс 3… Давайте просто назовем это q. Назовем это q. Тогда p — это множитель q, верно? И тогда, если q равно n плюс 3, мы получим q плюс 7. Надеюсь, что не запутал вас. Это число делится на p. Когда мы к нему прибавляем 7, оно также будет делиться на p. Значит, p должно быть равно 7, так как, когда я прибавляю 7… Подумайте над этим вот так. Если n плюс 3 было, допустим, 21… Предположим, что n плюс 3 у нас равнялось 21. Не n, а n плюс 3 равнялось 21. Тогда чему было бы равно n? 18? n равно 18. n плюс 3 равно 21. Тогда n плюс 10? 28. И оба этих числа делятся на 7. Это другой способ решения. Вы могли бы также перебрать числа, но, надеюсь, это даст вам понимание. Главная зацепка — это что какое-то кратное число умножить на p плюс 7 равно другому кратному числу умножить на p. Отсюда получаем, что p должно быть равно 7, так как p должно быть делимым на 7 и больше 1. И здесь есть только одно число, которое больше 1 и является кратным 7. Вариант ответа b. Это 7. Следующая задача. Эта задача была с подвохом. А теперь пятнадцатая. В кубе, изображенном выше, точки ABC — это середина трёх граней. Какой из следующих углов является наименьшим? Придётся много рисовать. Итак, BCE. Нарисую его большим, чтобы… Ну, это уж совсем большой. Сделаю поменьше. Стараюсь изо всех сил. Вот такой куб у меня получается. Соединим вот эти стороны. Отлично. И пунктирные линии граней, расположенных там, где их не видно. Вот они. Возьму другой цвет. Здесь точка Х. Здесь точка У. Нарисовано несколько точек. В, С и Е — середина отрезков. В, здесь у нас точка А. Здесь точка С. Здесь точка D. Тут точка Е. Всё, что здесь нарисовано, начинается от Х. Х идёт к одной из этих точек и возвращается к У. И линия идёт от Х к В, к У, Х к А, к У. Все варианты начинаются от каждой из этих точек и затем возвращаются к У. Найти нужно, какой из этих углов является наименьшим. Рассуждаем так. Все эти углы… Мы могли бы нарисовать эту часть… Простите, если это был Х, это одна из самых глупых вещей, которые я рисовал, это У. И тогда все остальные углы, как мы уже знаем, идут через какую-то точку и затем возвращаются. Нам нужно узнать, где мы получим наименьший угол. Рассуждаем вот как. Чем больше этот угол при основании, тем это длиннее, тем меньше угол. Ведь это и есть угол, который мы измеряем. Значит, нам нужно, чтобы этот угол, эта длина была как можно больше. Длина от любой буквы до У… Итак, расстояние от В до У будет коротким. Значит, этот угол будет достаточно большим. От А до У — еще больше. От С до У — еще больше, чем это. Расстояние от D до У будет самым большим. Это будет наибольшее расстояние, правда? Значит, это будет наименьший угол. Тогда это будет угол У до Х или Х до У. И это вариант D. И помните, основная идея такова. Давайте я сделаю это разными цветами, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Эта линия находится вот здесь. То есть она соответствует этой, вот тут. Это Х, это У. И затем нам надо провести линию от Х к одной из этих точек. Х, Б, У, Х, А, У, Х, С, У и так далее. И мы получим наименьший угол, если мы сделаем эту линию как можно длиннее. Вы можете это представить. Передвигайте эту точку все дальше и дальше. И тогда этот угол будет становиться все меньше и меньше. Если мы решаем задачу так, тогда расстояние от У до какой точки будет наибольшим? Расстояние от У до С. То же, что и от У до Е. От У до В очень короткое. От У до А немного больше. От У до С немного больше. От У до Д самое большое расстояние. Значит, мы получим наименьший угол, если это точка D, Х до У, и это вариант D. Давайте посмотрим, смогу ли я уместить задачу номер 16. Если Х, У равно 7, а Х минус У равно 5, тогда чему будет равно значение выражения Х квадрат У минус Х, У квадрат? Хорошо. Значит, нам дано, чему равны значения Х, У и Х минус У. Посмотрим. Вынесем Х за скобки. Получаем то же, что и Х умножить на Х, У минус. Вынесем У за скобки. Это будет то же, что и У умножить на Х, У. И все, что я сделал, это вынес У за скобки. Теперь давайте вынесем Х минус У. Это то же, что и Х, У умножить на Х минус У. Верно? Я просто вынес Х, У. Мы могли бы сделать это и наоборот. Могли бы перемножить Х, У и получить то же самое. И чему это равно? Х, У равно 7. И Х минус У, это дано вот здесь, равно 5. 7 умножить на 5, это 35. Вариант ответа D. Мы закончили седьмой тест. Увидимся в тесте номер 8. Пока.